О том, что Россия – самая большая страна во всём мире, все узнали ещё в школе. Но сколько в этой стране огромных почти что девственных и нетронутых цивилизаций территорий знают немногие. Ямал можно по праву назвать скрытым от посторонних глаз сокровищем, запрятанным в Западной Сибири. По территории полуострова бродят стада оленей, а местные коренные народы Севера с трепетом чтут традиции своих предков. Этот суровый край привлекает своей нетронутостью, уникальной историей и радушием, с которым здесь принимают каждого туриста с большой земли. На Ямале можно найти развлечение на любой вкус. Главное – быть готовым проявить стойкость характера, ведь увидите этот уникальный край, в котором так тесно переплетена природа и человек под силу только сильным духом. На полуострове царит долгая полярная зима, а температура постоянно устанавливает все новые рекорды. Кто-то может подумать, что из-за постоянных морозов и короткого лета Ямал становится не так интересен и разнообразен. Но все с точностью да наоборот. Ямал – это не только голая тундра, но и разнообразие рельефа и ландшафтных зон. За счет чего каждый сможет найти для себя собственное место силы, место единения с природой. В любое время года полуостров принимает туристов со всей теплотой и готов показать свои лучшие виды, которые навсегда останутся в памяти. Власти края активно развивают туризм во всех его формах. При желании можно присоединиться к туристическим группам, отправиться в самостоятельное путешествие с проводником, сплавиться по одной из многочисленных рек, которые испещряют полуостров, отправиться по одной из туристических троп в пешее путешествие или посетить одно из поселений оленеводов. Сколько же стоит поездка на Ямал? Конечно, многое зависит от точки вашего отправления. Чаще всего в туры на полуостров отправляются из Нового Уренгоя или Салихарда. Самый простой способ попасть в эти города – на самолете из любого крупного города России. Например, перелет из Москвы в Салихарда и обратно обойдется приблизительно в 20 тысяч рублей. А до Нового Уренгоя билет уже можно взять за 12 тысяч рублей туда-обратно. В обоих городах можно посмотреть местные достопримечательности, после чего отправляйтесь на полуостров навстречу с оленеводами и нетронутой природой. Каждый турист сможет найти что-то интересное на свой вкус и кошелек. Чтобы посетить уникальные достопримечательности Ямала, не обязательно передвигаться исключительно на вертолете и тратить большие деньги. Этот край предложит каждому что-то уникальное и незабываемое. Например, за 30 тысяч рублей любой желающий может опунуться в культуру оленеводов и даже увидеть настоящего мамонтенка. В стоимость трехдневного тура входит полное сопровождение, проживание в гостиницах и обзорные программы. В первый день вы сможете увидеть все жемчужины Салихарда, после чего отправитесь в музейно-выставочный комплекс имени Ивана Шимановского, где как раз и находится знаменитый на весь край и Россию мамонтенок Люба. Но это еще не самое интересное. Впереди вас ждет дорога на настоящие остойбища оленеводов и национальный обед в традиционном чуме. Вы сможете попробовать кухню, которую готовят здесь уже несколько столетий, оленину, натуральную северную рыбу и даже няр-нихи – блюдо, которое представляет из себя сырое мясо с кровью. Будьте готовы к тому, что расстояния на Ямале огромные, поэтому ночь вы проведете в теплом и уютном чуме, как настоящий оленевод. А на следующее же утро вы отправитесь на снегоходах к огромному стаду оленей, где сможете опробовать себя в роли ловца оленей или приобрести памятные сувениры в местных магазинчиках. Трех дней в этом чудесном и уникальном месте вам покажется недостаточно. Не проблема, местные туристические компании предлагают большое количество туров на 6-8 дней, стоимостью от 80 тысяч. По желанию, вы сможете отправиться на край земли и несколько дней провести в компании оленеводов. Не забудьте взять в этом случае удочку, чтобы порыбачить в реке и выловить окуня, езя или щуку, которые позже вечером можно будет приготовить по традиционным рецептам на стоянке оленеводов. Не забудьте попросить представителей местного племени организовать для вас ненецкий вечер с народными песнями или сказками. Ненцы – очень приветливый народ, и наверняка кто-то согласится поделиться с вами кусочком своей культуры и истории. Кстати, отправиться на рыбалку можно и из города на пару дней. Стоимость такого тура стартует от 18 тысяч рублей за человека. Если вы отправитесь в длительный тур летом, то велика вероятность попасть на кослание. Именно летом оленеводы снимают чумы с места, укладывают их на упряжки и перемещаются к новым пастбищам со своими огромными стадами оленей. При желании также можно посетить мастер-класс по изготовлению одежды из оленей шкур или отправиться в тундру на поиски грибов и ягод. Все это позволит по-настоящему прочувствовать красоту этих мест и стать ближе к природе. Еще один вариант длительного тура предполагает проживание в гостиницах с постоянными выездами к достопримечательностям. Так, например, в первый день вас ждет традиционный осмотр Салихарда, после чего вы сможете выбрать наиболее интересные для себя экскурсии. Например, отправиться на один из древних ледников. Чаще всего это ледник топографов или ледник романтиков. Здесь каждого туриста ждут космические пейзажи на протяжении двух-трех часов подъема к вершине ледника. Если такое восхождение кажется слишком сложным, то можно отправиться в Нефритовую долину. Невероятные по своей красоте места – горные хребты и реки. Именно здесь несколько десятилетий назад обнаружили Нефрит, а также Яшму и Жадеид – настоящие сокровища Сибири. Кстати, на склонах местных гор часто встречается красивая горная порода зеленого цвета – серпентиниты, которую туристы любят забирать на память о поездках домой. Богат этот край и на археологические раскопки, поэтому часто в программу длительного тура входит посещение Мангазии. Это первый русский заполярный город. Но интереснее другое. Именно на его территории в прошлом веке были найдены доказательства того, что люди проживали в этом суровом крае сотни и тысячелетия назад. Есть на территории и мало и более современные исторические памятники. Часто, по желанию туристов, экскурсоводы предлагают посетить 501-ю стройку ГУЛАГа. Это остатки железной дороги на Дым-Салихард, которую в этих суровых погодных условиях строили женщины-заключенные. Здесь же расположен лагерный пункт Кинжальный, где они проживали. Чаще всего экскурсия к этому месту занимает два дня и предполагает ночевку в палатках. И не забывайте, что неважно, отправляетесь вы на пару дней порыбачить или собираетесь семь дней провести в компании закаленных северными ветрами оленеводов, каждый день вас может поджидать неожиданный и приятный сюрприз. Вне зависимости от времени года, в ночное время в небе над Ямалом может появиться прекрасное северное сияние. Каждый сможет найти в этом суровом крае что-то для себя. И Ямал останется навсегда в его памяти. Большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, поставьте лайки, оставьте комментарии. А также подпишитесь на канал Север Пресс, чтобы узнать больше полезного.